Вы помните, что Откровение на Богослово начинается с обращения к семи ассийским церквям. Ассийским, то есть азийским. Речь идет о семи церквях, расположенных вдоль западного берега Малой Азии. И среди этих городов называется Эфес. Обращение к Эфесской церкви. Этот город знаменит тем, что там родился и жил философ Гераклит, Гераклит Эфеский, который впервые стал говорить о Логосе. Логос в буквальном переводе с греческого означает слово. Но еще имеется и другой смысл, другая семантика. Логос это разум, мировой ум. Именно Гераклит прозрел в игре космических случайностей разумное начало, называв его Логос. И вот волей судеб в этом городе оказался уже на закате своей жизни Иоанн Богослов, евангелист, лесозревший самого Христа. Он сопутствовал Богоматери, как бы опекал ее уже в ее зрелые годы. Он там и похоронен. В Эфесе он может подойти к могиле Иоанна Богослова и там поклониться. И вы помните, что Иоанн Богослов тоже учил о Логосе. Вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. Начинается Евангелие от Иоанна. Сегодня имеется современный вариант перевода этого текста. И звучит один из вариантов так. Вначале был Логос, и Логос был у Бога, и Логос был Бог. Так что город Эфес отмечен двумя великими личностями, которые дали человечеству это бесконечное емкое понятие, понятие Логоса. Напоминаю вам строки Николая Бабилева. Вон и день, когда над миром новым Бог склонял лицо свое тогда, Солнце останавливали словом, словом разрушали города. И орел не взмахивал крылами, звезды жались в ужасе к луне. Если точно розовое пламя, слово проплывало в ошене. И забыли мы, что в Осиянна, Осиянна, только слово среди земных тревог. И в Евангелии от Иоанна сказано, что слово это Бог. Мы ему поставили пределом, Скудные пределы естества. И как пчелы в улья пустелом, Дурно пахнут мертвые слова. Вот Иоанн Богослов мне дорог, прежде всего, как философ слова, пророк слова, поэт слова. Его Евангелие, Евангелие от Иоанна Богослова, самое поэтичное. А апокалипсис это вообще поэма. Вот у меня в книжке архетипа есть венок сонетов, называется Иоанн Богослов. Я сейчас кусочек оттуда вам прочитаю. Вибрации зиждительного слова, Я в суть его творящую проник. Оно начало, и оно основа, Оно энергии высших проводник. Вот хлеб небесный, вовсе не полова, Могу я к свету выйти допримик. Моя душа принять Христа готова, В учителе воскреснет ученик. Что наш Спаситель, жизнь и торжество, Он просиял среди колючих терней, Фаворской вспышкой высвечены дали, Мир начал быть когда-то через него, Он в мире был, нет знаков достоверней, Но Бога Сына люди не узнали. И так далее. Оно, еще одно инклюзионное отсюда, из этого венка, Оно энергии высших проводник. И это с ним чудесный свет нетварный приходит в мир. Я не к окну приник, мне из киота светит лучезарный, Вселяющий надежду, тонкий лик, И вновь евангелисту благодарный, Твержу защин, как восхожу. На пик звенит набатом каждый слог ударный, Вначале было, слышите, миры, Вначале было, ударяю в било, Вначале было, истина отцова открылась в сыне, Оба к нам добры, меня дыханье, Духа подхватила, под хлеб небесный, вовсе не полова. Так я воспел Иоанна Богослова, с которым чувствую особую внутреннюю связь, А быть может даже и молитвенное общение, А быть может даже прошел какое-то ученичество у Иоанна Богослова, Потому что я многим ему обязан. Это несомненно так. То, что я говорю, это очень субъективно, Это недоказуемо. Жалко, что у меня нет здесь еще одного венка сонетов, Где я как раз рассказываю свои внутренние связи с Иоанном Богословом. Ну хорошо. Я сейчас цитировал Евангелие от Иоанна Богослова, А теперь переходим к апокалипсису. Итак, Афес, Первое ве христианство, Гонение на молодую церковь, Гонение Сосердорима. В год смерти апостола Павла, Это 67-й год, по-моему, Похочился мобийством Император Нерон, Который зашеврован в Акалипсисе по числам 666. Нерон был садистом. Недавно прошла в Москве замечательная выставка, Посвященная нашей академической живописи. И там были впервые показаны после долгих лет Пребывания в запасниках, Работы прекрасного художника Северадского. И вот одна из работ, Связанных как раз с эпохой Нерона. Как издевался этот христиан имя Нерон? Людей обязывали веревками, Рогожу или какого-то тканью их оборачивали, Обливали смолой, Поднимали на столпы и поджигали. Это были живые светильники. Вот целая аллея, Реды этих страшных светильников. А Нерон в костюме Жакея Разъезжает до колесницы И предается садистским своим удовольствием. Страшные муки Испрадали первохристиане. И, конечно, у многих из них Появлялось некое сомнение, Которое, конечно, не предавали, Но, тем не менее, Это сомнение было. А ведь Христос обещал вернуться, И Он говорил, что Я вскоре приду. Его возвращения нету, Муки нарастают. Почему так? Именно вот в этой атмосфере И было написано Откровение на Богослову. И Иоанн за свою проповедь Христа Был удален в остров Патмос В Игейском море. И тема было видения, Которого я расскажу Немного позже, Для того, чтобы вы его помните. Самое здесь интересное Это дата написания Откровения. Предание говорит, Что Иоанн Богослов Жил Больше, чем 100 лет. В 90-е годы Вот так официально Это датируется. Сами понимаете, да? Христос распят, скажем, В 33-м году, Новая эра. Еще Иоанн Богослов Прошел 67 лет, скажем так, После этого. Да, Он был молодым апостолом, Но, судя по всему, Он пережил Столетний рубеж. Это по-своему себе Очень интересно. Я сейчас много занимался Городом Смирны, А Смирна ходила в число 7, В ходе число 7 В церкви Апокалипсиса. Вот там был поликарп такой, Святой поликарп, Который тоже Принес мученическую смерть. На него натравили зверей, На звери уже устали, И как-то не тронули его. Тогда он был Приятнан сожжению. Он лисезрел Иоанна. Вот этих людей, Которые видели апостолов, Назвали апостольскими мужами. И вот он рассказывает о том, Как диктовалось это откровение, Как при этом присутствовали люди, Которых он лично знал. Короче говоря, Вот очень много здесь такого достоверного, Конкретного, Предельно реалистического, Связанного с историей этого текста. И в то же время сам текст Невероятно загадочен, Невероятно сложен. Надо помнить, Что в этом тексте Есть два как бы пласта. Да, это пророчество, Да, это прорыв в будущее. В какое будущее? Насколько это будущее далеко от нас? Вот здесь как раз и появляются Как бы две дистанции. Первая дистанция. Это победа христианской церкви Над мучителями. Скажем так, Над Римом. Суд над Вавилоном В апокалипсисе, Это суд над Римом. Вавилону надо как бы Пседать им Рима. То есть это довольно-таки близкий Темперальный горизонт. Но можно сказать, Что в IV веке Пророчество апокалипсиса забалось. Когда Константин утвердил Церковь Византии Как государственная церковь, Это, собственно говоря, Была победа над Римом. Так. Но и в Риме в это время уже церковь Обрела силу и прочность. Это первый план. А второй план, второй план, Это дальние перспективы. Это перспективы страшного суда. Перспектива эскатологическая. Эскатология, но как концы мира. И вот когда читаешь апокалипсис, То очень трудно Друг от друга отделить Эти два горизонта. Ближний и дальний. Они друг на друга накладываются, Друг сквозь друга просвечивают. И я думаю, что никогда не удастся От препарировать Один слой от другого слоя. Это даже и нам и не нужно. Итак, Иоанн Богослов Сослан на остров Патмос. Вот в один из воскресных дней Он слышит румный глаз за собой, Оборачивается, И, говорит, И для них предстает Ошеловительная картина. Вот я хочу сейчас вам Ее воспроизвести И даже ее прокомментировать. Да, это мистическое откровение. Да, это экстаз. Экстаз означает Перерастание Эмерических горизонтов. Экстаз означает Выход в трансцендентное измерение. И это мы все здесь наблюдаем. Это все мы здесь Констатируем. Он видит престол Божий. Это престол Бога Творца. Бога Отца. Сам Бог Ему своего лица не открывает. Мы еще вернемся к этой теме Ильих Божий. Он видит только сияние. Это сияние дается через Метафоры. Используются эпитеты Связанные с разноцветными камнями. С драгоценными камнями. Постоянно В Абхалипсисе Мы видим Апелляции к минералогии. Называются Самые разные Камни И Сапфир И Хрисопраз И Холцедон И Топаз Вроде это Физическая природа Вроде это Материальный Твердый Вещественный мир Но камни символизируют Световое начало. Камни Есть уже Как бы Преображенная материя. Итак Кристол Божий. Вокруг 24 малых Кристола. На них Посетает старца Это 12 Иерархов Патриархов Едхого Завета И 12 апостолов Нового Завета Вокруг Кристолова Мы видим еще и 7 Духов Воплощающих Волю Божию Регализующих Его Бога Помыслы. Симметрично Расположены 4 животных Имеющих Лики Льва Тельца Орла И Человека Это скорее всего Силы евангелистов У этих животных 6 крыл Как у серафимов Глаза спереди И сзади Вообще они Многочиты Многочиты И они символизируют Сведения Божьи Доступность Богу Любое счастье Его раздания Его присутствие В любом локусе В любом моменте Бытия Вот такая Грандиозная Картина Где Использован На полную мощь Агримологический код 24 Число кратное 12 Так Вот Это Число Означающее Во-первых Ну Если хотите Структуру Нашего земного Отчета Времени Правильно Да В общем-то Картина Которую мы видим Во-вокалюшесе Она проецируется На обычный Северблат часов 24 часа Так Часы Космологичны И Часы Они Как бы Отражают Структуру Космоса Вот Четыре Животных Это Четыре Страны Света Опять-таки Идея полноты Агвата Бытия Как и Число 7 7 вообще Означает полноту И Число 7 Пройдет Через Весь Абокалипсис Мы видим Книгу Семи Печатями Так Появится 7 ангелов С трубами 7 знамени Будет До нового Абокалипсиса 7 атеистных Явлений И 7 чаш Гнева Пройдется На землю Вот Это Севикратия Оно И является Вариантом Абокалипсиса И Начинается Абокалипсис Обращение К 7 Азийским Церквям Вот Сама Эта Картина Она Выражает Своим Символизмом Очень Тонким И Выверенным Своей космологичностью Перед нами Бытие В его Целостном Охвате Вообще Это характерно Для Абокалипсиса Дать Мир Мир На рубеже Кризиса И Этот рубеж Переходящий Пересекающий Дать мир Целостно Всехватно Исчерпывающе Полнота Охвата Это То что Дас поражает В Абокалипсисе В целом Хорошо Координаты Динамично Процессно Мы видим Как на этом фоне Появляется Агнес Ягненок Символа Христа Закланный Агнес Он Пронзен Ножом И В руках От Вагонца Книга Книга Семью Печатями И вот Звучат Звитые слова О том Что Никто Ни на небе Ни на земле Не сможет Эту книгу Открыть И не сможет Ее прочесть Это символ Будущего Абокалипсисе Сразу Говорит нам О том Что будущее Скрыто От человека Да Были пророчества Но пророчества Это вещь Неординарная Исключительная Да Бывают Пречувствия Бывают Вещи сны Но это тоже Все Очень субъективно И Недоказуемо Проблема Будущего Христианства Означена Очень четко Будущее Неизвестно И его Не нужно знать Человеку До какой-то поры Потому что Человек сам Должен Будущее творить Христианство Осуждается Фатализм В любой его форме Христианство Вступает В конфликт С гадателями Прорицателями С лохвами Хотя Волхвы приветствуют Младенца Христа В этой помощи Это очень важная Черта Христианства Христианство Несеместимо С астрологией Почему Потому что Христианство Пришло в мир С проповедью Свобод Свобода Так Это главное Бог есть Свобода И свобода Есть Бог Вот некоторые Мистики Верны Верны Бердяев Под влиянием Мейстера Эхарта Говорил даже Свобода Раньше Бога Свобода Первична А Бог Вырастает Из этой Изначальной Бездонной Свободы Если Если ты Свободен То ты Не знаешь Над собой Никакого Давления Со стороны Фатвума Или Рока Правильно Так Если Твое будущее Предопределено То какая же Это свобода Здесь Происходит Аннигиляция Взаимуничтожение Тезиса Анти-Тезиса Или Свобода Или Фатализм И тем не менее В апокалиюсе От Иоанна Дается Видение Будущего И Очень Определенное Видение Будущего И Вот здесь Начинается Великая Проблема Как же Так Христианство С одной Стороны Утверждает Свободу Нашу Ну и Твори Будущее А с другой Стороны Будущее Оказывается Уже Как бы Расписано Как бы Задано Как бы Запрограммировано Вот это Одно из Великой Противоречий Нашей культуры Нашей веры Оно Разрешимо Потому что Показанное В апокалипсисе Это Возможность Возможность Которая Может реализоваться По сценарию Иоанна Богослова Оно Может реализоваться В несколько Иных Направлениях Оно Может вообще Не реализоваться Не нужно Читать Что Увиденное Иоанном Богословом Однозначно Даже В апокалипсисе Сосуществует Разное Видение Будущего Я Это Покажу Я Буду Сегодня Очень подробно Это Главное У меня Лекция Называется Апокалипсис Просматриваются Разные Исходы Разные Исходы Будущей Трагедии Которую мы называем Светопредставлением Трагедия Мажорная Ибо Прожествует В конце концов Начало Света Начало Добра Начало Благодати Хорошо Итак Начинает Разворачиваться Это Великая Мистерия Откровения Мистерия Апокалипсиса Конечно же В апокалипсисе Значительное Место Может быть Доминирующее Место Занимают Сцены Возмездия Это еще не суд 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 впереди Собственно Судья В апокалипсисе Не таки много Сказано А вот Кара За то Что Люди сотворили Распяв Бога Слово Изменив Свои Церкви Пойдя на поводу Лжепророков И так далее И так далее Я не буду сейчас Перечислять Эти Зрелища Но только Некоторые из них Вот вам напомню Так Но вот Вспомним Четырех коней Конь белый Это положительный конь Это Можно сказать Сам Христос Является В образе Всадника А вот Конь вороной Это Конь Несущий голод Конь рыжий Конь Который Уносит мир Земли И конь блед Конь смерть Вот эти страшные Всадники Проносятся Над землей Струбят Трубы Скрываются Печати И Каждое Это событие Сопровождается Теми Ледовим Катаклизмом Но один Из таких Самых Ярких Катаклизмов Это Звезда Полынь Звезда Полынь Которая Падает На землю И отравляет Треть Вод Вот эти Образы Самые Знаменитые Конь блед И звезда Полынь И да У многих Абокалипсис Ассоциировался Именно с ним Грандиозные Метафоры Грандиозное Видение Абокалипсис Рисует Сцену Пришествия Антихриста Лжепророки Появляются Лжесвидетели Вот этот Мир лжи Мир неправедный Мир Мир Миражный Вот Нужно Этот мир Преодолеть И для этого Задействована Прежде всего Сила огня Сила огня Бог Есть Огонь Поедающий И В Абокалипсисе Невероятно Много Пламени Которое Сжигает Которое пожирает Это Может быть Озеро Пламенное Огненное Озеро Из серы И в нем Вот горит Горит зло Мировое Абокалипсис Конечно же Страшит И В нем Есть Вот Нота Нота Угрозы И Я даже Не боюсь Сказать Нота Устрашения Хотя Это Совсем Не главное В Абокалипсисе Потому что Его финал Невероятно Мажорен Невероятно Просветленный Финал Это Новый Русарим Это Мир Который Прошел Через Огонь Очистился В этом огне И Стал Новым Новым Землей Новыми Небесами Хорошо Вот Сейчас Я как раз И хочу Поговорить С вами О той Перспективе Которую Рисует Абокалипсис Не будем Останавливаться На этих Сценах Связанных С Божественным Возмездием Они Достаточно Известны Они Не нуждаются В комментарии А я хочу Останавливаться На таких Наиболее Загадочных Наиболее Единственных Местах Абокалипсиса Но Прежде всего Давайте Обратимся К некоторым Странистам Из Абокалипсиса Вот я Их выписал Для себя И вам Хочу Их Сейчас Про Прочитать И прокомментировать Итак Мы Движемся К спасению Но Это будет Катастроф Мы Чаем Преображение Но Мы За этим Заблатим За это Преображение Мы Заблатим Ценой Жутких Потрясений Невероятных Катаклизмов Здесь Очень Четко Сказано О Катастрофизме Мировой Истории Не все Принимают Необходимость Катастроф Необходимость Катаклизмов Вот Наш Русский Философ Николай Федоров Французский Философ Тяр Дешарден Считали Что Переход В новое Состояние Сознание Преображенного Мира Где нет Ни смерти Ни тления Ни болезни Возможно Гладко Варианте Плавно Варианте Примерно Так же Мысл Апокалипсис Наш Великий Пророк Александр Николаевич Скрябин Он Полагал Что Мы Можем Уснуть На Старой Земле Под Старым Небом Свяжиться Мистерри Который Он Писал И Мы Пройдемся Уже Под Новым Небом И Под Небесами И Это Будет Пробождение Совершенно Естественное Но Когда Мы Откроем Глаза То Мы Удивимся Тому Что Узрим Я хочу Сказать Что В поле Вариант В будущем Возможны Такие Сонарии Когда Переход На Новую Ступень Каси Новую Ступень Произойдет Без Тех Жутких Потерь Которые Объясни В Апокалипсисе Там Потери Невероятные Так Еще Погибает Треть Человечества Это Как минимум Очень любит Число Три Иоанн Богослов Треть Воз Отравляется Звездой Полынь Треть Людей Умирает Прежде чем Начнется Само Святопреставление И так далее И так далее Все Все Таки Надо Согласиться С Иоанном Богословом И Вот Видение Катастрофического Выхода К свету Именно Через Катастрофу Жизнь Трагична Бытие Трагична Вера Трагична И вот Аббокалипсис Он прекрасен Именно Этим Своим Трагедийным Пафосом Трагедийным Накалом Нет Ничего Легкого Нет Ничего Простого Ужасно Муки Праведников Но Ужасно И муки Тех Кто Будет Наказан За Свою Неправедную Жизнь И Требовать От Бога Мягкости Исходительности На каких-то Этапах Мировой Сторон Нельзя Должно Быть Осуждение Должно Быть Доказание Но И это Осуждение И это Наказание Не Есть Полный Финал Для тех Кто Подвергается Подавляет Внимание Что Иоанн Богослов Намечает Перспективы Спасения Даже для Казалось бы Самых Безнадежных Грешников Для самых Безнадежных Отступников Но к этому Я вернусь Позже Это самое Главное И самое Самое Интересное И так Катастрофа Которая Потрясает Переворачивает Наше Сознание И обычно Мы задерживаем Своё внимание Именно На этой Стороне Апокалипфиса Ну вот Его Финал Апокалипфиса Итак Книга Открыта Все семь Печатей Сорваны Показана Мировая История На её Последнем Отрезке И вот Приближаемся К рубежу Где Кончается Время Начинается Вечность Это Финал Апокалипфиса Хотя Ещё Раньше Во многих Его Фрагментах Вот Рассеяно Рассеяно Сияние Вечности Как говорит О себе Высшее Начало Вот Оно Есть Бог Он есть И был И грядёт Есть Настоящее Время Был Прошлое Время Грядёт Будущее Время Вот В этом Сочетатель Времен Уже Сквозит Как бы Вневременность Или Сверхвременность Уже Выход Вечность Выход Вечность Так Апокалипфиса Это книга О переходе Из состояния Времени В состояние Вечности Это главное Главное Это то Что мы называем Преображением Преображением Так И вот Это черта Это черта Которую Я сейчас Означил Это рубеж Между Временем Вечности Как мы Были Пресечён С какими Потерями Это может Обсуждаться Это может Дискутироваться И в этом Как раз И проявляется Поливрианность Будущего В этом Как раз И мы Находим Путь К тому Чтобы Совместить Философию Свободы Присущего Христианства Вот С тем Прорывом Будущего Которое Составляет Содержание Апокалипсиса Нам Явлен Образ Нового Иерусалима Это Новое Небо Это Новая Земля Причем Новый Иерусалим Нам Дается Как бы Двуступенчато Вначале Это Новый Иерусалим Находящийся Прямо На границе Между Временем И Вечностью Это его Состояние Пограничное Его положение Порубежное Этот Иерусалим Находится Еще В истории Здесь В этом Новом Иерусалиме Возможны Муки Грешников Возможны Болезни Людей Негрешных Короче говоря Еще много Остается От Прежнего Мира Но В то же время Ясно Присутствие Высшего Начала Его Тружество И Новом Русалиме Которое Еще По Эту сторону Рубежа Уже Бог Бог Станет Светильником Уже Там За За Этой Границей Вот Давайте Себя Расчитим На Этой Границе Самое Главное Для Нас Состояние То К чему Нас Должен Призвать Апокалипсис Это Ситуация Экстремума Это То Что Философ Экзис Карл Ясперс Назвал Пограничной Ситуацией Вот Рубеж Как Мы Его Перейдем Что Мы Оставим По Эту Сторону И Что Мы Перенесем По Другую Сторону Вот Тут И Намечаются Разные Возможности Вот Тут И Выявляется Что Будущее В том числе Будущее Эскатологическое Во многом Звезет От Нас От Нашего Выбора От Нашей Воли Давайте С вами Сейчас Вспомним Христианскую Церковь Где На заводе Стене Сейчас Изображена Сцена Страшного Суда Идет Страшный Суд Подняты Из Своих Гробниц И Грешники И Праведники И Праведники И Грешники Воскрешение Все Общее Воскрешение Не Знает Исключений Воскрешение Носит Абсолютный Тотальный Характер В Абукалипсисе Несколько раз Говорится о смерти второй Что такое смерть вторая Смерть первая Это та смерть Которую мы принимаем В мире времени Наша естественная смерть Вторая смерть Это смерть Которую Примут После страшного суда Нерасскавший Нерасскавшийся Грешники Вот смотрите Вот здесь Начинается Противоречие Какое Противоречие Ведь Преображение Это победа над смертью Так Победа над смертью Это Самое Главное Вот я сейчас хочу Вам прочитать Кусочек Из Абукалипсиса Причем вслед за Сом Сергеем Булукаковым Который написал Прекрасный Комендарь На Абукалипсис Вот я соединю Два места Которые В Абукалипсисе Разрозненные Разрозненные Да Это 21 глава 4 стих И 22 глава 3 стих Я их соединяю И кондоминирую И отрет Бог Всякую Слезу Сочай Их И смерть И не будет Уже Ни плача Ни вопля Ни болезни Уже не будет Ибо Прежнее Прошло И ничего Уже не будет Проклятого То есть Вот здесь Мы видим Какую перспективу Полная победа Над смертью Полная победа Над всеми Нашими Горестями Полная победа Над тем Что было проклято Анафеум Станово В нашем мире Это победа Над ложью Это победа Над Корыстью И над Прочими Грехами Абсолютная Победа Так Сказано И смерти Не будет Уже Ведь когда Христианство Что-то говорит Оно говорит Всегда Это в форме Максималистической И в то же время Мы встречаем Здесь В апокалиписе Вот эти Апелляции Эти Слава Ко второй смерти Слова Второй смерти И смерти Ад Повержены В озеро Огненное Это смерть Вторая Ну что такое Ад Это Это Мученики Да Они Доказано Заслужены Но все-таки Как-то мы Не можем Им не сострадать Хотя Это Может быть Страшно Негодные Существа Вот И Еще раз Повторяется Доброжание Смерть Вторая Хорошо Значит Бог Воскресает Всех Умерших Потом Их как бы Сортируют На две половины Праведники Которому готовен Рай И вторая половина Это грешники И мы готовы На ад И вот В аду Они будут Мучиться Вечность Вечность Они умрут Второй смертью Но Эта вторая смерть Будет Как бы Жизнью с минусом Наоборот Жизнью 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 Полный Мук Полный Мук Продолжение следует...